Всем привет! С вами канал Техцентр Автопилот. На сегодняшний день все больше автолюбителей разворачиваются к рынку автомобилей с пробегом. Это связано с непростой финансовой ситуацией как в стране, так и в целом. На нашем канале мы рассказываем о том, какие подводные камни могут ожидать владельцев поддержанных автомобилей. Поэтому подписывайтесь и будьте в курсе. Ну а сегодня на нашем обзоре достаточно спорный автомобиль со всех сторон Mazda CX-7. Давайте рассмотрим его поподробнее. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! В 2006 году компания Mazda представила миру новый кроссовер. Стремительный дизайн, турбированный мотор, вместительный салон. Все это в совокупности с интересной внешностью, японским происхождением, сделал автомобиль достаточно популярным. Но это длилось недолго. Достаточно быстро пыл автолюбителя к этому автомобилю охладел. И виной этому мотор. На автомобиле первого поколения, которые выпускались с 2006 по 2009 год, устанавливались моторы 2,3 литра. Это рядная четверка с турбиной и цепным механизмом газораспределения. Мощность этого мотора 238 лошадиных сил. После рестайлинга появился мотор 2,5 литра атмосферный. На нем мы расскажем чуть позже. В чем, скажем так, главная особенность и главная черта этого автомобиля? Это турбина, ну и непосредственно цепь. Турбины на этом автомобиле ходят от 60 до 120 тысяч километров. Во многом это зависит от стиля вождения. Крайне не рекомендуется на этих машинах после динамичной езды сразу же глушить мотор. Это очень пагубно сказывается на турбине. Все дело в том, что после того, как вы заглушили машину, давление масла в системе падает. И, соответственно, турбина просто-напросто останавливается на сухую. Из-за этого происходило нередко растрескивание корпуса. Замена турбины процедура достаточно трудоемкая. И только работы по ее замене будут стоить порядка 20 тысяч рублей. Ну, 15-20 тысяч, в зависимости от сервиса, который вы выберете. А вот сама турбина стоит порядка 50 тысяч рублей. Правда, справедливости радости, надо сказать, что это будет турбина оригинальная. Поэтому ремонт этих агрегатов не особо целесообразен. Многие владельцы выбирали именно покупку новой оригинальной турбины. Кто об этих проблемах своевременно знал, устанавливали на автомобиле турботаймер. Это решало очень многие проблемы, и турбина с турботаймером ходила достаточно много. А некоторым владельцам, как, например, владельцам нашего автомобиля, несмотря на его возраст и пробег, проблем и вовсе не доставило. Стоимость установки турботаймера варьируется от 5 до 10 тысяч рублей с самим турботаймером. Поэтому мы рекомендуем, если все-таки вы выбрали автомобиль с небольшим пробегом, и турбина еще живая, турботаймер обязательно установить. При покупке автомобиля с пробегом обязательно обратите внимание на выхлопную систему. Если из нее идет сизый дым, это значит, что турбина уже подъехала, и, скорее всего, вас ожидает дорогостоящий ремонт. Еще одной проблемой этого автомобиля является цепь. Ее даже можно посмотреть через маслозаливную горловину. Сейчас мы постараемся вам это дело показать. Проблема в том, что цепь на этих моторах растягивается. Как правило, это является также следствием достаточно динамичной езды и несвоевременной замены масла. Что значит «своевременная замена масла»? Вот конкретно владелец этого автомобиля меняет масло один раз в 5000 километров. Конечно, многие из вас подумают, что это достаточно часто. Но для турбины и для цепного механизма газораспределения основным фактором это является качество и частота масла. Диагностировать проблемы с цепью достаточно легко, просто послушав, как заводится автомобиль. Если при запуске автомобиля вы слышите звон, и при его работе этот звон немножко присутствует, это значит, что цепь газораспределения уже изношена. Ее необходимо заменить. Несвоевременная замена цепи приводного механизма может очень сильно ударить по вашему бюджету. Что происходит? Растянутая цепь просто-напросто может перескочить и произойдет смещение фаз газораспределения. А как результат, встреча поршней с клапанами и капитальный ремонт двигателя. Замена цепи обойдется для вашего бюджета порядка 30-40 тысяч рублей. Все зависит от того, какие комплектующие вы будете выбирать, оригинальные или аналоги. В 2009 году вышло рестайлинговое поколение Mazda CX-7 и Mazda постаралась исправить проблемы с двигателем 2.3, немножко изменив конструктивные особенности цепи и сделали ее более надежной. Но турбина на этом моторе все равно осталась. Поэтому даже если вы подбираете для себя Mazda CX-7 второго поколения, обязательно устанавливайте турботаймер. Кроме того, на новом поколении появился новый атмосферный двигатель 2.5 литра мощностью 163 лошадиных сил. Здесь уже турбины не было. Но и мощность уже автомобиля была, прямо скажем, недостаточная. Теперь давайте рассмотрим функционал этого автомобиля на предмет вместимости. Касаемо багажника, мое мнение, его достаточно. Он может быть, конечно, не самый большой в классе, но и не самый маленький. Под полом багажника у нас находится докатка и все необходимые принадлежности для бульсировки и поднятия автомобиля на домкрате. Давайте мы попробуем теперь сложить задний ряд сидений и посмотрим, что у нас получится. Складывается достаточно просто. Но и, как видим, объем багажного отделения становится уже достаточно внушительным. Хороший багажник, вместительный. А вот с местом для задних пассажиров не все так хорошо. На заднем ряду места для ног, прямо скажем, маловато. А вот на головой вполне достаточно. Поэтому крупногабаритному человеку разместиться здесь комфортом вряд ли получится. В общем, для кроссовера такого класса результат, скажем так, удовлетворительный. То есть не самый хороший. Кроме того, не добавляет комфорта и широкий порог автомобиля. Посадка и высадка, прямо скажем, очень неудобны. Поэтому, опять же, для кроссовера такого уровня результат достаточно слабый. Ну что, теперь давайте поговорим о салоне автомобиля. Внутри все очень пластиковое. На самом деле, похоже и на Mazda 3, и на Mazda 6. Все пластик достаточно низкого качества. Он жесткий, не самый приятный на ощупь. Руль хоть и кожаный, но, как и на многих Mazda, он уже достаточно потертый. Да, потому что автомобиль с пробегом. А вот что вызывает, скажем так, хорошее впечатление, так это кожа. Здесь она на самом деле достаточно достойного качества. И за время, скажем так, жизни нашего автомобиля кожа еще в хорошем состоянии. Что касаемо опций, которые есть в этом автомобиле, их, в принципе, достаточно. Есть подогревы сидений, есть электрические привода, зеркал. Есть автоматические стеклоподъемники, которые одним нажатием поднимаются. Есть система климат-контроля. Ну, в общем, все необходимое для автомобиля такого класса есть. Конечно, смущает немножко вот этот вот мониторчик впереди стоящей панели. Он достаточно простоватый. Он сюда перекочевал из Mazda 3. Но ничего не поделать. Это, скажем так, отголоски еще тех МАЗ, которые были в начале 2000-х. Справедливости ради, нужно сказать, что, несмотря на достаточно дубовый пластик, он ведет себя достаточно тихо. И скрипы издают только панели, которые находятся под руками пассажиров, в частности, водительской. Здесь пластик немножко поскрипывает. А так, в принципе, результат, можно сказать, достаточно нормальный. Салон тихий. А вот что касаемо подвески, то здесь она достаточно жестковата. Она сюда перекочевала слегка в автомобиле. И с весом Mazda CX-7 она справляется достаточно посредственно. Кроме того, она достаточно валкая. Но, опять же, автомобиль для сугубо городской езды, несмотря на то, что здесь есть полный привод, поэтому по ровным дорогам, скорее всего, проблем никаких вызывать не будет. Но хотелось бы, конечно, немножко больше хода в подвеске, как это, опять же, у конкурентов Mazda. А что касаемо полного привода, здесь вариантов особо не было. Все автомобили первого поколения шли полноприводные с мотором 2,3 литра. Полный привод здесь, прямо скажем, достаточно посредственно. Он подключается только тогда, когда колеса начинают проскальзывать. А вот расход топлива здесь уже как у настоящего полноприводного автомобиля. Владельцы жаловались на повышенный расход топлива. Он составляет от 16 до 20 литров на 100 километров. Вот смотря, в каком режиме мы с вами автомобиль эксплуатируем. На Mazda уже следующего поколения, где производители убрали турбину, на двигателе 2,5 литра, расход уже был поменьше. Владельцы укладывались в 15 литров на 100 километров. Но там уже и полного привода не было. То есть машина была сугубо переднеприводная. Сам по себе полный привод проблем особых не доставлял. Были случаи, когда текли сальники-раздарки, но процедура эта, скажем так, недорогостоящая. Поменять сальник стоит, в принципе, небольших денег. Что касается автомата, здесь он достаточно надежен. Пятиступенчатая трансмиссия работает без нареканий. Единственное, что необходимо вовремя менять масло. Мы советуем один раз на 60 тысяч километров пробега. Такой регламент позволит вашему агрегату служить достаточно долго. Что касается стоимости обслуживания данного автомобиля, то регламентное ТО, в которое входит замена масла, масляного фильтра, вместе с расходниками обойдутся в 6 тысяч рублей. Дорогостоящие ТО для вас будет в районе 40 тысяч километров. Здесь будет необходимо заменить свечи. По регламенту они меняются раз в 40 тысяч. Замена свечей, как отдельная операция, вместе с самими свечами, будет стоить около 6 тысяч рублей. Соответственно, замена масла 6 тысяч рублей, замена свечей вместе с работой 6 тысяч рублей. Ну, а все остальное, воздушный фильтр и фильтр салона, меняются уже, скажем так, по необходимости. Все зависит от того, в каких условиях эксплуатировали вы автомобиль и насколько вы к нему хорошо относитесь. Очень радует в этом автомобиле музыка. Вот сейчас, я не знаю, получится вам передать качество звука или нет, но давайте попробуем. Понятное дело, что микрофон камерой не передаст качество звука, но несмотря на год автомобиля, система БАЗЕ здесь стоит еще достаточно честный звук, чисто несмотря даже на то, что мы слушаем радио. Поэтому акустическая система здесь на достаточно неплохом уровне, как и заявляет этот производитель. БАЗЕ соответствует своему качеству. Ну и, наверное, главная, скажем так, черта этого автомобиля, наряду с его внешностью, это динамика. Она здесь действительно, прямо скажем, впечатляющая. Мотор с турбиной выдает достаточно хорошую тягу, несмотря на то, что у двигателя у нас уже достаточно большой пробег и, в принципе, динамики даже у 12-летнего автомобиля хватает за глаза. Но, опять же, эксплуатируя автомобиль в динамичных условиях, нужно помнить про правильную эксплуатацию двигателя с турбиной. Ни в коем случае нельзя после динамичной езды при остановке сразу же глушить двигатель. Необходимо дать турбине остынуть. Если говорить о подвеске Мазда ТХ7, то она достаточно надежна. Сзади у нас установлена многорычажка от Мазда ТХ3. И каких-либо острых проблем она лишена. Единственное внимание могут потребовать стоки стабилизатора и ктулки стабилизатора. Они изнашиваются достаточно часто из-за большого веса автомобиля. Во всем остальном, скорее всего, вы обойдетесь просто перепрессовкой саленбоков. Если говорить при передней подвеске, то у нас здесь установлена подвеска от Мазда МПВ. Она также достаточно надежная. Внимание, скорее всего, у вас потребуют только ступичные подшипники. Но меняются они, к сожалению, в сборе со ступицей. Стоимость ступицы целиком будет порядка 8-9 тысяч рублей в зависимости от производителя. А работы по замене за каждую ступицу по 2 тысячи рублей. То есть, одним словом, одна ступица будет стоить порядка 10 тысяч рублей в месяц с работой. Еще одно не самое сильное место этого автомобиля – это тормозные диски. Из динамичной езды, которым располагает этот автомобиль, их зачастую ведет. Это происходит из-за попадания влаги на диски, когда они перегреты. Если мы будем говорить об их стоимости, то стоимость дисков в месте замены будет порядка 9 тысяч рублей. Но так как новые диски рекомендуют ставить с новыми колодками, то одна ось у вас обойдется где-то порядка 12 тысяч рублей. Это пара дисков и, соответственно, колодки на оба колеса. Это мы говорим за одну ось. Стоимость примерно одинаковая, что передней, что задней. Поэтому поменять диски на передние оси и на задние будет стоить порядка 12 тысяч рублей. Ну а в остальном, при покупке автомобиля, как обычно мы советуем, проверяйте все узлы агрегата на течи. Если течи нет, если подвеска имеет допустимые люфты, нет серьезных следов износа, автомобиль проблем доставить должен. Данный автомобиль на вторичном рынке стоит 400 тысяч рублей, если мы разговариваем о рестайлинговой версии. Да, конечно, скорее всего найти автомобиль, который должным образом обслуживался, в котором меняли масло хотя бы каждые 6-7 тысяч километров, в котором своевременно осуществляли замену всех расходников, на котором стоит турботаймер, будет достаточно сложно. Но сложно не значит невозможно. Поэтому при выборе обращайте внимание на все нюансы, которые мы вам рассказали. И помните, что для этих моторов главное это замена масла. Если своевременно вы будете менять масло, если на машине будет стоять турботаймер, если вы правильно будете эксплуатировать и вовремя менять расходники, скорее всего автомобиль вам послужит. Да, конечно, автомобиль спорный, как мы и сказали в начале выпуска. Да, у него очень много слабых мест. Но есть и сильные места. Во-первых, это хорошая динамика, опять же, среди своих одноклассников. Это достаточно качественная музыка, это неплохой кожаный салон. Но дальше выбор делается вам. Только вы решайте, стоит покупать этот автомобиль или нет. Если вам понравился наш обзор, оставляйте комментарии, какие бы автомобили вы бы хотели увидеть на нашем канале. А также не забывайте, что перейдя по ссылке в описании, вы можете заказать СИП-карту, которая дает право на проведение бесплатных работ по замене масла, по проверке углов в установке колес, а также по диагностике автомобиля перед его покупкой. Всем удачи на дорогах, спасибо за внимание, до скорого.